Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами выкатим из ангара Су-85. Ну а перед тем, как мы с вами начнем, хочу попросить каждого из вас, особенно тех, кто смотрит мои видео не первый раз, подпишитесь, пожалуйста, на канал, если вы еще этого не сделали, я вам буду очень благодарен. Вы поддержите мой канал, поддержите мои начинания, а без ваших подписочек к каналу не жить. Итак, ребятки, Су-85. Кто такой? Это ПТ-шка, которая ведет вас по ветке ПТ-шек Советского Союза и потом расходится, это первая веточка ПТ-шек, с шестого уровня расходится на два разных направления, в 268-й объект и в 263-й. Как я говорил, выбирать вам, в зависимости от того, какая десяточка вам нравится больше. Что же касается Су-85, ее пройти придется, ровно как и Су-100, дабы добраться до вот этого вот раздвоения ветки. Теперь давайте кратенько глянем на технические характеристики. Технические характеристики, как обычно, заценим исключительно по пушке. И пушечка у нас имеет следующие характеристики. 1500 урона на пятом уровне. Ну, в принципе, нормально. 8 секунд перезарядки, округляя, в принципе, как для ПТ-шки, тоже неплохо. Да вот средний урон наш составляет всего 200 единиц. И, честно говоря, для пятого уровня 200 единиц с 8 секундами перезарядки ПТ, которая не терпит столкновения лоб в лоб с врагами, ее легко закрутить, и, соответственно, она довольно неплохо пробивается, не считая маски орудия еще нескольких мест, то, в принципе, 200 единиц маловато. Ну, по крайней мере, по моим личным ощущениям. Бронебойные. 144 мм пробития, в принципе, неплохо. И в игре этого бронебойности это и хватает, ну, в принципе, достаточно. Углы вертикальной наводки. Охренительные 25 вверх, которые просто, ну, вообще, нет слов, потому что показатель просто какой-то вот космический. Что касается углов наводки вниз в 6, это, честно говоря, маловато. С учетом того, что лобовой брони у нее нет, если бы разрабы наделили ее чуть повыше углом наводки вниз, то есть, ну, допустим, хотя бы там 8-9, я не знаю, тогда, в принципе, стоя в бою, можно было бы как-то наклоняться, да, там, и играть хотя бы вот, используя вот этот вот скос для увеличения уровня лобовой брони. Ну, возможно, они это сделали специально для того, чтобы у игроков не было такой возможности, ну, и, соответственно, не превращать на пятом уровне эту ПТшку в полуимбу. Назову ее так. Итак, что еще хотелось бы отметить, что это такой себе, знаете, младший брат, точнее, я бы сказал так, родилось у родителей 2 близнеца, один близнец, он такой вот, знаете, коренастый и подкачанный, плюс-минус вышел, ну, а второй брат-близнец, он был такой немножко послабее, бодренький чувачок, конечно, но все-таки немножко слабее своего второго братика. Поэтому танчики очень похожи между собой, мне кажется, как вам, напишите в комментариях. Но играются эти танчики, я бы сказал, не так, чтобы по-разному, просто ощущения от игры немножко другие. Ну, а теперь закатываемся в несколько каток и смотрим, насколько тяжело вам будет выкатывать данную машинку, ну, и, соответственно, открывать шестой уровень СУ-100. Погнали! Итак, ребятки, мы попали в первый бой. Сейчас первое, как обычно, заценим динамику машинки в отношении скорости разгона. Максимальную скорость заценивать мы не успеваем. У нас стоит топовый двигатель, мой экипаж прокачан на все 100%. У меня скилловый экипаж и прокачанный экипаж до какого-то там, по-моему, пятого или шестого уровня, в зависимости от того, какой навык прокачивается. У меня установлены, по-моему, дополнительные канистры, но я не уверен в этом. Сейчас как-то не обратил внимания в ангаре. В принципе, динамика, как для ПТшки, она посредственная. Сказать, что она прям играбельная и приятная, я не могу. В то же время не могу сказать, что она прям совсем мрак. Все-таки смотря, с чем сравнивать. Что касается выцеливания на дальних расстояниях. Ну, вот сведение вот такое. В принципе, не могу сказать, что оно долговатое, поэтому я бы сказал, что оно просто комфортное. Что касается точности пушки. Точность пушки, она переменчива, но в большинстве своем мне она всегда нравилась и мне было ее достаточно. Что касается углов. Ну вот, когда нам повезло с ландшафтом, то в принципе углы наводки довольно неплохие. Что же касается откатись немножко назад, то здесь уже опаньки и не достаем. Это то, что я говорил. Существенный недостаток этой пушки с учетом малого уровня бронирования спереди, то есть салба. Как говорил, пушечка, ну просто очень точная. И как я уже говорил в одном из своих видео по данной ветке, данные машинки я оставил у себя полностью всю ветку. Начиная от Су-85Б и заканчивая объектами. Но дело в том, что веточка просто очень приятная и периодически, ну я не знаю, да, безусловно, может там раз в полгода, но у меня появляется такое, знаете, желание, пролистывая, когда у меня нет какой-то определенной задачи в игре, да, там выполнить какие-то БЗ, чтобы получить голду. Или там серебра какого-нибудь поднять по какой-то необходимости. А вот когда вы просто выкатываетесь, точнее не так, заходите в ангар и думаете, на чем бы мне сегодня сыграть, вот просто ради удовольствия. И когда вы листаете свой ангар в поисках вот такой вот машинки просто выйти и пофаниться, мне периодически вот выпадает эта машинка на глаза, ровно как и любая другая из этой веточки. Я уже среди них выбираю ту, на которой будет приятнее всего. А почему на них приятно? Потому что мне очень нравится играть на ПТ на дальних расстояниях и играть в такого себе снайпера. Вот начиная с вот этой машинки, преобладающая большинство веточки, они позволяют вам это делать. Итак, вот мы отыграли так неспешно первый бой, сделали один фраг, заценили с вами технические характеристики непосредственно в бою. Мы не затестили броню, но поверьте, броней эта машинка не хвастается, может сейчас в следующем бою мы что-то увидим. Мы нанесли вот так вот неспешно тысячу единиц урона, сделали один фраг, мы помогли нашей команде, я считаю, что довольно существенно. Мы не ушли в минус, мы получили 9000 серебра, это не фарм, но это хотя бы и не минус. Мы заняли третье место по урону, просто стоя в кустах. Вот так вот, знаете, на расслабоне, хипово постоять и просто поотстреливать на расстоянии. Безусловно, не все бои вам будут это позволять, но в целом машинка рассчитана именно на такую тактику игры, вот просто отстреливать спокойно, монотонно на расстоянии. Скорости перезарядки достаточно, сведения в принципе тоже можно пережить и даже пережить иногда с удовольствием. Точность пушечки довольно неплохая. Поэтому в принципе, как для ПТшки на пятом уровне, как для в принципе проходной машинки, которая там единственное, что должна вам дать от этой игры, это возможность спокойно, без нервов, без кусания локтей выкачать себе шестерку. Поверьте, эта машинка вам предоставит такую возможность. И даже если у вас совсем кривые руки, вот просто кривые, как серпантин на новогодней елке, вы все равно сможете играть на этой ПТшке довольно успешно. Сейчас попробуем постоять еще немножко, поиграть в снайпера, но по поводу снайперизма, вот хотелось бы отметить. Обратите внимание, как стоит данная машинка. Сейчас подождите, зафиксируюсь. Уж если делать обзор, то делать. Вот как она стоит, да, под каким наклоном. Вроде бы наклон-то не очень-то и большой, но давайте теперь заценим углы наводки вниз. Все, их уже нет. То есть будь соперники здесь и всем спасибо, все свободны. На это стоит обращать внимание однозначно, когда вы выбираете себе позицию для игры. То есть если вам иногда фартит занять какую-то позицию, когда танчик стоит уже вот так, допустим, да, там ровненько, или уж если там совсем пожировать, то немножко спуститься с какой-то горбика, то тогда вы сможете нормально отыгрывать. И то не тогда, когда к вам приедет кто-то в лоб. Обращайте на это внимание, соответственно, выбирайте себе подходящие позиции для того, чтобы играть в снайпера. Кину наугад, не успел, все-таки проскочил КВ-2. Вроде бы танчик-то не очень быстрый. Здесь мы не успели перезарядиться. А, он не проскочил, он за камнями там проехал. Я-то думал, он здесь скачет. Ну вот, но в принципе на отсутствующем даже сведении мы шотнули, уже неплохо. Сейчас попытаемся поконтролить вот эту как-то местность. Нашего тяжика, к сожалению, вынесли. Понятное дело, что враги сейчас сдавать назад не будут. Вынесли Т-34 экранированного. Интересная машинка. Обязательно сниму на нее обзор и расскажу историю данного танка для меня. Мне, честно говоря, машинка очень нравится. Скорость поворота на месте у танчика такая себе. Я не могу сказать, что она хорошая. Она существенно отличается от 85Б. Что же касается манси, ну манси, не манси, все равно пробьют. Главное пытаться подставить... Подставить маску орудия. Ну вот и все. Нас разобрали просто в бочинку Деккер Макс. Ну что-то для этого боя мы сделали. И это уже в принципе неплохо. Итак, ребятки, давайте закончим данное видео даже не выходя в ангар и не дожидаясь результатов боя. Машинка годная, машинка хорошая, машинка позволит вам нормально выкатать до шестерки и в принципе не предоставит вам абсолютно никаких проблем. Все нюансы по машинке я вам озвучил. Возвращайтесь на мой канал, смотрите другие обзоры. Эти обзоры исключительно честные, натуральные и без подставух. Всех благ, всего хорошего. Ну и как обычно, мира вам.